Продолжение следует... Продолжение следует... Артём нашёл ящеричку... А она уже спит... Сейчас проснётся, да? Скажи, я спала... А вы меня нашли... Тебе нельзя, ящериц! Это не еда! Нет! Надо её куда-нибудь положить... Дальше спать... Где её? Никто не обидит... А я даже не знаю... Он говорит, она между листами... Железо лежала... Ёль, можно у тебя ящерицу поселить на зиму? Шова! Привет! Можно? Давай её где-нибудь здесь у тебя поселим? Ну да... Только её же мыши могут загрызть зимой... Как уложить спать ящерку? Расскажите... Надо куда-то запихивать... Да? Да... Ящерицы-то лучше знают, где им спать... Чем я... Она, бедная, вон... Улеглась... Да нет, тут замёрзнет... Мне же надо куда-то под кору заделось залезть... Сейчас буду ходить по участку смотреть, где можно уложить спать ящерицу... В душе вообще не знаю... У Артёма уже коллекция желтогорлых мышей собралась... Это вторая из машины... И, судя по всему, там есть ещё одна... Опять в багажнике... Это из салона... Мышь-мышь... В лес пойдёшь? Такая грустненькая... Холодно, скажи, да? И голодно... Из тёплой машинки-то забрали... Эта другая... Эта лицом ко мне бегает... Та прошлая бегала жопонькой ко мне... У нас тут... Мышенька за всем... Следит... Наблюдает... Вот она... Она семочки ест... Ну-ка, фокусируйся, пожалуйста, на мышеньке, а не на решётке... Вот... Скажи, я так голодала за ночь в этой вашей пустой клетке... Съела все макароны... С тушёночкой... Это опять желтогорлая... Замерла... Я тут вас вообще-то ем, скажи... Но она ест... Смотрит и ест... Клёвая... Это ястреб-перепилятник, который влетел в окно сегодня утром... Он в то, где корзинка висит... Он врезался... Я когда... Ну, я здесь была, я услышала, вышла наружу... Он лежал на спине... Дезориентированный... И вот видно, как у него правый глаз отёк... Прямо почти сразу... Прямо такой сильный отёк... Он явно вот этой стороной стукнулся... Ну, вроде сейчас бодрый, в коробке шевелится... То есть, в ближайшие сутки я его не кормить, не поить не буду... Это... Я не знаю, самка это или вообще... Маленький, как самец, но окраска... Как у самки... Я не помню, как они... Самцы краснеют, рыжеют... Повзрослее... В общем, вот такое у него лицо... Сопротивляется... На ножке вот у него видно... Это, видимо, оспа птичья... Ну, так... Я его... Тихо-тихо-тихо... Не выскальзывай, пожалуйста... Кусяется... Кормить поить нельзя... Чтобы не случился отёк мозга... И вообще у стукнутой головой птиц... Критический момент может настать через 2-3 дня... После вот попадания к человеку... Кажется, что они вот бодрые... Такие, всё нормально... А потом у них случается кризис, и они погибают... Поэтому отпускать птицу... Вот если она сегодня стукнулась и такая бодренькая вся... Нельзя... Надо обязательно наблюдать... Тем более, что у него может быть какой-то там и перелом даже быть... Ну... Я так это не разберусь... Вроде клюв симметричен... Это значит, что он челюсть не сломал... Но, как видите... Лицо у него не симметричное... Оно отекло... Будем наблюдать... Я надеюсь, что он выживет... Но... Совершенно... Как бы... Не факт... Они такие сюрпризы, конечно... Выдают... Да... Это вот... Похоже, он гонялся тут за дятлом у нас... Дятел очень громко орал... Нецензурные выражения... В общем, ежедневно я видела... Тут, на самом деле, много, может быть, перепелятников... Сейчас пролет идет активный... Они все летят... Где потеплее еды побольше... Ну, эмигрируют следом за перелетными птичками маленькими... Вот... А может и местный... Как знать... Ну, в общем, пожелаемому... Здоровья... Вроде вот... Глаза на свет реагируют... Вот... Он вертит головой... Видно, что зрачки меняют... Но... Нельзя сказать... Что они прям... Я не могу ему просто третьей рукой посветить глаза фонариком, чтобы увидеть... Хотя нет, могу... Вот так... Ну-ка, давай... Ну, все равно, неровно светит... Мой за вот этой вот отека... Глаз, видимо, сильнее... Ну, не знаю... Вот, вроде, нормально реагирует... Но это я так, с точки зрения дилетанта... Сейчас я его обратно в коробку посажу... И... Спать... Такая вот птичка... Птичка живи... Хештег... Если сова сидит на пенёчке... Это значит, что она очень недовольна, что я припозднилась... Да... Ты прямо голодала... Я поздно пришла... Ир... Ир... Нет? Чего ты? Куртка шуршит... Уже подушки, скажи, перетащила все... А еду все не несут и не несут... Куда тебе положить? Давай туда положу... Да? Возмутительно... Угу... Ну я там занята была, Ёль... У нас там ястреб... Нет, это, конечно, не важнее, чем ты... Но зато крысенька согрелась... Да? Угу... Такая вот ты, Угу... Ну... Сова суха... И там какой-то опять дождик капать начал... Пойду Артёму через задание выдам... Конкурс новый... Мне надо алюминиевую трубочку порезать... Чтобы сделать из неё... Из кусочков защиту для поилок, для крыс... Они почему-то носики у бутылочек пластиковые наполовину... Естественно, что крысы их разгрызают моментально... Надо вот такие трубочки... Которые я сверху надеваю... Вот... И... В дом... Да, какой-то мелкий... Непонятный дождик... А завтра будет уже очень холодно ночью... Ну то есть почти ноль какой-нибудь, или даже минус...